Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о самых интересных трансперных слухах, которые связаны с российским футболом. И поговорим о транспере, который уже практически оформлен. Речь о московском Спартаке, который близок к подписанию Йорита Хендрикса, футболиста ПСВ, игрока, который также уступал еще и за сборную Голландии. И давайте разберемся, что это за футболист, насколько он полезен, как он играет и в какой зоне он может помочь Спартаку. Футбольный легион. Идеальное хобби для настоящих мужчин. Виртуальный футбольный мир. Здесь все по-взрослому. Вы управляете своим футбольным клубом и участвуете в соревнованиях с другими людьми. Все как в реальной жизни. Тренировки, игры, трансферы, национальные чемпионаты, интеркубки, чемпионаты мира. В расписании пару матчей в неделю. А кому мало, для того онлайн-турниры каждый час. А вдобавок живый форум и сообщество любителей футбола для общения. Ссылка в описании. Итак, давайте начнем с преимуществ Хендрикса. Во-первых, это, конечно, цена. Цена совершенно смешная за футболиста такого масштаба. Он может обойтись в Спартаку в 700 тысяч евро. Но, знаете, как-то предвзято относиться к этому футболисту не стоит. Цена связана с тем, что у него истекают контракты. И через полгода он станет свободным агентом. И по СВ просто ничего уже не получит за этого футболиста. А так, они могут получить хоть какую-то компенсацию. Плюс к этому Спартак возьмет на себя контракт Хендрикса, который сейчас уже не является основным футболистом по СВ. Поэтому здесь все вполне себе логично. Ну а теперь к тому, что это за футболист. Во-первых, он универсал. Начинал карьеру защитником, но при Филиппе Коку в ПСВ он стал опорным центральным полузащитником. Причем он способен действовать и поближе к атаке. Ближе к позиции такого, знаете, центрального атакующего хавбека. Можно сказать, что Хендрикс это бокс-тубокс. При этом он способен действовать и в центре обороны, и на левом фланге. То есть сверхуниверсал, поиграл на самых разных зонах. И учитывая то, что у Спартака есть проблемы не только в опорной зоне, но и в центре защиты, где не всегда хватает игроков, Хендрикс может пригодиться. Тем более, что как центральный защитник он играл и в дуэте центрбэков, и в тройке, по которой сейчас действует Спартак. Также хотелось бы отметить, что в какой-то момент Хендрикс считался мега перспективным игроком и считался в будущем топовым футболистом. То есть, если брать сезон с 17-18 года, то он был третьим лучшим опорником Голландии по статистической эффективности. После капитана Аякса Шоне и после Ван де Бека. Среди всех центральных хавбеков. Потрясающий показатель. И на тот момент, по версии сайта Huskort, который подсчитывает все технико-тактические действия, он вообще был 14-м лучшим футболистом Голландии. Тогда были слухи про переезд в Англию, в Испанию. Кстати, чуть позже были слухи и про московский ЦСКА. Но в результате сейчас он переходит в Спартак, этот футболист. И переходит, ну скажем так, на определенном спаде карьеры. Но об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. Пока о его качествах. Это настоящий боец, очень хороший оборонец. На пике своих сил он выдавал статистику в три отбора и почти два перехвата за встречу. Сейчас в Спартаке ни у кого нет такой статистики. И при этом он всегда умел действовать максимально корректно. У него всего одна желтая в среднем за 10 матчей. То есть это действительно очень грамотный такой футболист, который выбирает позицию, действует четко, без грязи. И в общем-то это может быть важным таким плюсом для опорной зоны Спартака. Также отметим высокую культуру пасса. Собственно, что мы еще могли ожидать от голландца? У них там комбинации. Это основа основ для футбола. И у него всего 17% брака в среднем по карьере. Хороший показатель. Он умеет двигать мяч вперед, действует на обострение. Может действовать на позиции бокс-то-бокс футболиста. В общем, для такого, знаете, классического спартаковского стиля, для стеночек и забеганий, он точно подойдет. При этом он отличается хорошей скоростью и выносливостью, что очень важно для нынешнего Спартака. Он способен в одиночку вспахивать всю опорную зону, освобождая руки второму центральному хавбеку. Там уже Умярову, Кралу или, например, Зобнину. Это важный фактор, учитывая то, что все эти перечисленные футболисты, они не являются классическими опорниками. И поэтому здесь, конечно, нужен был вот такой классический волнорез к ним в дуэт. При этом нужно отметить, что 25 лет всего лишь Хендексу, это оптимальное сочетание молодости и опыта. Он уже многое прошел в своей футбольной карьере. Кстати, играл против российских команд, против Ростова. В Лиге Чемпионов, помните, матчи по СВ и Ростова против Зенита играл. И, в общем-то, он уже прошел огонь, воду и медные трубы. В том числе и в Еврокубках. И при этом ему всего 25 лет, то есть выносливость по-прежнему присутствует. По-прежнему молодые ноги. По-прежнему он способен, наверное, в чем-то даже прогрессировать. Поэтому здесь Спартак приобретает опорника на долгие годы вперед. Ну и хотелось бы отметить, что для роста 181 сантиметр он отлично играет на втором этаже. В среднем у него по ходу карьеры были сезоны, когда он выигрывал по два верховых единоборства за встречу. И учитывая то, как серьезно Спартак ориентируется на стандарты, вот подобный футболист может, конечно, пригодиться. В том числе при угловых, при штрафных и так далее. Ну и, кстати, у него даже техника неплохая есть. Если смотреть его лучший сезон 17-18 года, там у него было по полторы обводки за встречу. И да, это не всегда используется в ПСВ, и поэтому были сезоны похуже. Но мы видим, что он умеет обращаться с мячом. А учитывая то, что в Спартаке тот же самый Крал и Зобнин очень часто включаются в атаку из опорной зоны. И в том числе смещаются на фланги, идут в обводку. Здесь вот этот навык Хендрикса может пригодиться. Ну и плюс к этому отметим, как небольшой плюс, что он вызывался в сборную Голландии. Хотя, с другой стороны, Густил тоже вызывался. Ну и как-то не особо это ему помогло в московском Спартаке. Но все равно в плюсик мы это ему запишем. Как и то, что он выходил с капитанской повязкой ПСВ на матчи этой команды. Тоже, знаете ли, большой плюс. Добился капитанского статуса в одном из великих голландских клубов. Да, он был одним из вице-капитанов запасных кэпов. Но так или иначе, тоже большой плюсик в карму. Ну а что касается минусов, первый из них это то, что он сильно сдал в последний год-полтора, скажем так. То есть в этом сезоне у него, например, из 16 матчей, которые он провел, лишь 8 в стартовом составе начаты. При этом еще несколько матчей он вообще не провел, то есть остался на скамейке запасных. Плюс были травмы и прочие проблемы, поэтому на данный момент следует констатировать, что он переживает определенный спад. Почему ПСВ во многом и не стал с ним продлевать контракт. При этом хотелось бы отметить другой важный нюанс, что у футболиста упали практически все статистические показатели. То, что я рассказывал, там отборы, перехваты, обводки, все это касалось, скажем так, двух-трехлетней давности. Сейчас дела обстоят не так здорово, поэтому здесь Спартак может подписать футболиста талантливого, но который идет по нисходящей. Также отметим, что в ноябре он переболел всем известным вирусом, который нельзя называть на ютубе, как известно, иначе снимут монетизацию. И это, казалось бы, мелочь, но переболел и переболел, пропустил две недели, но вспомните Бакаева, он тоже перенес это заболевание, и вот до сих пор не может отойти. Поэтому неизвестно, в какой форме приедет этот игрок. Конечно, будет зимняя пауза, чтобы восстановиться, но так или иначе, нужно отметить. При этом хотелось бы отметить, что в свое время он был проблемным игроком в плане травм. Часто получал повреждения, выбывал на длительные сроки, и за это, вот до сих пор помню, он пропустил второй матч с Ростовом в Лиге Чемпионов ответный, и тогда это воспринималось серьезной потерей для его команды, для ПСВ. Ну и хотелось бы отметить, что в последнее время вроде как ситуация улучшилась, он перестал так часто ломаться. Но это тоже нужно учитывать. Ну и, конечно, нужно учитывать фактор лимита. Сейчас у Спартака будет полностью забита заявка иностранцами, 8 легионеров будет, и это, опять же, ограничивает дальнейшие трансферные планы Спартака. С другой стороны, если и тратить лимитное место на иностранца, то именно на такого, как Хендрикс. Талантливого, толкового, поэтому взятого за небольшие деньги. Ну и теоретически, место лимитное можно освободить, избавившись от Урунова, который с приходом Хендрикса окончательно теряет шансы на попадание в состав. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.